всем привет от улей пули вот мы вечером пришли их кормить вот это сейчас такой ажиотаж они знают что мы принесли еду олег покажи что у нас есть из них показываем весь ассортимент какой они берут уле приняла да не активно а пули дело знает наш уж вы так замешкались у них первое блюдо это вот салат мы покупали листья салата помытые они им выдаем ну вот это третий день как мы уборку в клетке сделали принципе терпимо вода у мисочки у них стали начали драться из одного листа 1 будет даться второе блюдо огурец сразу не первого первое дело это не прячется друг от друга потому что боятся что потеряет такой ценный да не потеряют а кто-то друг у друга отберет траву они почему-то у нас плохо стали есть поначалу с огромным ажиотажа и с аппетитом а сейчас трава у нас не популярна наверное нужно давать им отдых от травы чтоб аппетит у них наигрался али хочу это листья салата как бедные родственники лежат а а вот мне нравится вот эта миска перевернута это типа все съели и перевернули это знаешь как доел и ложку на столе перевернута и у них так третье блюдо у них кладется это вот такое морковка чтобы у них было сбалансированное питание они уже не знают что за что им хвататься такая сбалансированность одно кидают другое начинают огурец лень как сиротлива лежит вот там брошенной это припрятан но мы отбирать не будем мы ваша есть не будем мы вам принесли от души от сердца белая морковку сильно насела как будто не ела до сидишь морковку выдавали четвертое блюдо буш выдавать следующее блюдо и тут такие сладкие помидорины они реально сладкие мы сегодня ели на нашим девчонкам отнести и этой даем на пробуй ой ну так бедные заметались не знают что есть но легким пока не подкладывать что там у нас орехи еще остались орехи десерт 2 виноградины ну пока пусть это поедят давай показывать что еще принес и потом вот так на листе они любят чтобы подавали как в ресторанах и вот он еще одна виноградина это уже сюда мы положим виноград мы им даем по одной виноградинке максимум по 2 виноградинки и не каждый день винограда у нас у самих каждый день нету это вот мы им приберегли сегодня где клубнички были маленькие они съели каждой по клубничке и орешки да у тебя еще орешки грецкие нам передавали свои орехи у людей растут и вот мы им разбили орех видео десертное блюдо у них так у них прям тарелка очень даже приличная поэтому они у нас довольны и счастливые всего можно поесть с огромным удовольствием еще трава им будет доложено петрушку они сегодня уже ели мы давали им петрушку банан они сегодня чуть-чуть ели но вот если банана по чуть-чуть давать и не каждый день они его съедают а так бывает вот что-то им не зашло и будут несколько дней валяться поэтому мы стараемся по чуть-чуть давать вот с травой мы поняли что что-то у них особой дружбы нет с травой значит надо пока поменьше давать единственное что у нас самое было что не популярно это кабачки с тыквой у них тоже сначала не очень хорошо но потом они ее распробовали и в принципе не знаю больше недели они ели большой кусок тыквы тыкву съели ну вот счастливые веселые и орешки у них тут есть и фрукты и овощи конечно может быть уход за морскими свинками намного проще чем за окошками и собаками но в плане даже уборки за ними запаха в квартире нет запаха опилки нас спасают где-то раз неделю мы основательно чистим клетку в течение недели мы подсыпаем опилки где-то если грязно убираем с кошкой собака мне кажется немножко побольше проблем особенно собаку нужно выгуливать кошки ну туалет будет стоять все равно запах кошки будут но и кошки могут где-то неосторожно тоже след свой оставить кошки разные бывают этих мы выпускаем и когда они на прогулку у нас выходят конечно на нашем линолеуме возможно все они могут туалет сходить но никаких следов таких чтоб как порча имущество не остается моча у них без запаха я не чувствую такого запаха мы протерли а какашки у них сухие смести можно веником проблем никаких нет единственное я считаю что у них пространство должно быть побольше чтобы они могли и побегать и поиграть а если они на маленьком пятачке ну конечно наблюдать животных стесненных таких условиях довольно сложно но нужно учитывать то что нас вот эта клетка если кто смотрел с нами наши первые видео это же не наши свинки мужа и взяли на передержку и хозяйка пока что еще не вернулась и мы высказали желание что мы за ними дальше будем присматривать поэтому мы уже зародили из того что у нас было из всего подручного потому что ну нам жизнь никто на пользоваться как говорится вечное не отдавал поэтому мы им сейчас на данный момент создаем условия чтобы более или менее было комфортно и вот есть у них этот вольер чик ну вот так мы приспособили если конечно они изначально были наши мы бы завели и начали бы содержание как говорится с нуля но может быть что-то и по-другому было а так мы приспособились к тем условиям в которых мы находимся в которых они находятся поэтому живут они пока не жалуются вы видеть что процесс поедания идет они спокойные они чуть-чуть у нас поправились мы присматриваем чтобы особо сильно не перекармливать их а то нам еще на вид поставят что мы их раскормили ну вот вот такая у них свинячая жизнь морских свинок запаха от них тоже никакого нет на руки берешь ты не чувствуешь этот запах принципе нас устраивает они спокойно своем загончике весь день сидят вечером моих время от времени выпускаем чтобы они побегали игрушки и мы их выставляем коробочки они бегают но нужно учитывать что если у вас квартира маленькая плюс если вы еще будете вот опилки это будет грязно это нужно постоянно убирать заметать но и место все-таки в маленькой клетке бедным им сидеть целый день это очень тяжело а если территория вашей квартиры не позволяет им дать место но я тоже не знаю мучить животных на маленьком таком пятачке я считаю что им пока что этого места предостаточно у них тут как олег говорит и санузел есть и на гамачке у них сено и там у них коробка сеном и здесь у них три мисочки в одной сейчас вода вон то перевернутым и сухой корм кладем здесь у них тоже миска иногда мы коробочку вот эту вот им ставим чтобы они там полежали я считаю нормально для двух свинок нормально у них достойные условия жизни так жить можно ты легче еще про них добавишь да нет может быть люди если кто в комментариях напишет едят ли они кабачки их свинки но они еще укроп едят укропа у нас пока что нет потом уже мы попробуем с укропом вот она пулей пришла налопалась но наверное будем заканчивать мы это видео если что-то интересное у нас будет но мы в другом видео уже снимем и в конце мы хотели бы передать привет всем маленьким зрителям которые любят их смотреть я думаю что для детей это полезное занятие во первые дети учатся доброте любви к животным поэтому улей поле приветствует своих маленьких зрителей передает им привет и до новых встреч и посмотрим как дальше будут развиваться события и чем нас порадуют новым наши маленькие пушистики всем пока пока